Неприятный запах нашествия мух и поля с птичьим помётом. Жители сёл возле Херсона уже не первый год страдают от последствий работы местной птицефабрики, но на этот раз нормально дышать не могут уже в самом областном центре. Все подробности в нашем материале. Вот такие кучи птичьего помёта в перемешку с перьями и скорлупой. Тянутся вдоль полей более километра. Местные говорят, отходы лежат не первый день, на жаре. Из-за этого вонь стоит невыносимая. Это было и в прошлом году возили этот навоз. И в этом году, получается, возят, где-то складируют. Дышать невозможно, окна открыть невозможно. Мухи сумасшедшие. У нас таких мух никогда не было. Вонь непередаваемый, это как этот спинарник. Но, как выяснилось, соответствующие службы начали разбираться в ситуации только сегодня. На место выехала полиция, госпотребслужба, чиновники и экологи. В это же время КАМАЗ привёз отходы. На нашу думку, это не один день, не один тиждень. Когда мы ехали сюда, у нас были замечены транспортные засобы КАМАЗы, которые в данный момент сгружали куриный послед. Вдалось затримать только один транспортный засоб. Машину остановили. Водитель признался. Привёз куриный помёт с соседней птицефабрики. Вот это птицефабрика. Начальства на месте нет, а сотрудники уверяют, их предприятие никакого отношения к запаху не имеет. Я тоже живу в Херсоне. Но дело в том, что я живу тоже в районе Северного. Там вот эта свалка, возможно, это нет нас. Я тоже читаю интернет и тоже видел, что эта свалка дымится. Представители Госпотребслужбы утверждают, это негашенный птичий помёт. Вещество достаточно опасное и для почвы, и для людей, которые вдыхают запах. Гний некомпостованный, он свежий. В этом есть порушение, потому что именно в таком виде гний может быть распосудником будь-яких заболеваний. Птицы и спильник для тварин и людей. Применение отходом быстро нашли. Их отдали местному фермеру, который использует помёт как удобрение на своих полях. В полиции начали уголовное производство. Экологи отобрали пробы грунта и воздуха. Результаты экспертиз передают правоохранителям. Вот только местным от этого не легче. Говорят, такое повторяется не первый год. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности телеканал Интер, Херсон.